сегодня весь день будет пасмурная погода но завтра обещают с завтрашнего дня обещают лето настоящее больше двадцати пяти градусов очень ждем здесь у меня кабачок активно растет и судя по всему зашла картошка потому что я сюда бросила очистки картофельные под мульчу и теперь у меня здесь растет картошка интересно что-нибудь из нее вырастет было бы интересно здесь кабачки я так и не повыдергивала вернее их не надо выдергивать чтобы не нарушать корни надо просто срезать какие-то из них или пересадить если еще не поздно это точно остается вот этот точно остается уже большой самые здоровые надо оставить парочку а остальные надо убирать к сожалению кто-то здесь все время роется на этой грядке свекла как-то растет я ее и не прореживаю ничего не делаю тут непонятно что уже растет не растет морковь видимо растет так это теплая грядка напомню самая первая которую я делала с бревнами внизу под землей бревна и ветки очень много я здесь их положила редису видимо нравится здесь судя по всему разве только ну еще кому-то тоже нравится раз едят мою редиску непонятно какая она будет будет ли но пока пока вроде все хорошо здесь салатик тоже неплохо так растет только без мульчи пока никак я до него не доберусь посмотрим что там дальше дождь прошелся активно растет трава газонокосилка придет в понедельника сегодня вторник и и что у нас тут кукурузка растет худенькая огурцы молодцы прохладно сегодня поэтому хорошие маклажаны такие хорошие так активно растут видимо им здесь нравится это теплые грядки пока нравится посмотрим что дальше будет ой скоро зацветет и мой красивый такой о еще один кабачок взошел третий и вот тут вроде не не было вы мои хорошие прекрасный вот здесь под сливой у меня раньше рос щавель и вот обнаружила один кустик остался хорош такой а 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 Я забрасываю под мульчу растительные, все растительные очистки, остатки с кухни. Это может быть от картофеля, от моркови, кабачки, баклажаны, банановые шкурки. Все забрасывается под мульчу. Особенно любят такое удобрение кабачки и огурцы. Мульчу очень хорошо растут. Это я рассказываю о своем прошлом опыте. Я это уже испытывала, знаю, как они любят именно такое удобрение. Больше, чем, наверное, траву просто. Очень любят. Вот так вот незаметно под мульчу я подбрасываю все растительные, кухонные очистки, остатки. Это могут быть очистки от картофеля, моркови, свеклы, кабачков. Также от фруктов, например, кожура бананов. Даже кожуру цитрусовых я не убираю куда-то отдельно. Тоже сюда забрасываю, не думая ни о чем. Ну, в том смысле, что некоторые говорят, что они закисляют почву. Я об этом не задумываюсь. Все равно все прекрасно растет. Огурцы я уже месяц назад где-то, вот как я их посадила, я их подкормила таким удобрением. Когда я их посадила? Не месяц назад. Как-то мой огурчик поживает. Зацвел ли он? А то я написала в видео. Первый огурчик. А где он? А вот он. Думает уже зацветать. Какой прекрасный. А вот еще второй. Ну все, скоро будем с огурцами. Все, скоро будем с огурцами. В полисаднике у меня очень хорошая почва и ее здесь больше, чем мне необходимо. Поэтому я решила немножко позаимствовать для огорода, потому что я хочу сейчас посеять тыкву Хоккайдо. От всходов до сбора урожая у нее три месяца всего составляет, поэтому я ее успеваю еще посадить, чему очень рада. Семена я привезла из Германии, покупала там в магазине тыкву Хоккайдо, органическую, поэтому семена должны быть хорошие. И вот решила посадить. Для мокрая, глинистая. Вообще не копается, как-нибудь так. Просто разделяю ее. Так, кое-как немножко ее взрыхлило. Теперь я засыплю ее, покрою вот этой мульчей, которая здесь и была, оставлю. Затем сверху положу ту землю, которую я не собирала сейчас. Вот, а может мне ее все сюда. Будет хорошее-хорошее удобрение. Таким образом более-менее рыхлая почва будет и удобренная. И я думаю, тыкве должно понравиться. Потом я сюда заброшу кухонные растительные очистки и все будет замечательно. Принес мне Саша землю, так что не думайте, что я сама таскала эту тяжесть. Сюда посыплю. Я думаю, будет очень здорово. По половине ведра. По половине ведра. Ой, вот у меня сломалось. Старое ведро. Здорово. Я думаю, тыкве здесь очень даже понравится. Вот они, семена тыквы оранжевого цвета. Интересно, их семена такие, что их не погрызешь. Они кажутся твердыми и очень жесткими. Но тыква вырастает очень вкусно и невероятно. В Германии очень любят тыкву Хоккайдо. Судя по тому, в каких больших количествах ее продают. И мне тоже очень понравилось. Поэтому думаю, надо обязательно посадить такую тыквочку. Надо выбрать самые красивые семена. Самые прекрасные. Хотя все они прекрасные. Но выбрать надо самые красивые. Так, я ничего с собой не взяла. Надо сделать лунку. И сесть туда. Вот так вот. Просто. И все. Землярыха, рыха. Полисатники просто удивительные. Там почва. Так. И еще хотела посеять здесь подсолнух. Рядом с тыквой. Пусть будет расти подсолнух. Рядом с тыквой пусть будет расти подсолнух. Хороший раститель. Баба Рая, та самая, которая была моя соседка прекрасная, всегда сажала тыкву по кукурузе. И вот я здесь вторую тыкву и посажу. Прямо вот тут, в конце грядки, вот здесь, посерединке, между рядами. Ну и, наверное, будет достаточно два растения. Если дадут по два плодика, то нам вполне хватит. Мы как-то тыкву не часто едим. А вот мама много тыквы выращивает. Если вдруг нам не хватит поделиться. Здесь посажу подсолнух полосатые большие семена. Да, с такой почвой приятно работать. Нежная, тушистая, прекрасная. Я иногда так руку подставляю, чтобы камера фокус сделала правильной, потому что такие мелкие предметы она иногда не видит близко. растет. Вот она, моя калина прекрасная, растет. А вот здесь подошла сегодня, думаю, ой, не забыть бы про смородину. У нас ведь здесь белая смородина растет. Не забыть бы про нее. Скоро-скоро уже будет поспевать. Это слива. Мама о ней рассказывает, как об удивительном вкусном плоде. Я ей говорила о том, что, возможно, сделаем варенье из сливы. Она говорит, вы что? Вы, говорит, будете стоять возле этого дерева и есть эту сливу бесконечно, пока всю не съедите. Настолько, говорит, она вкусная. Ветка у нее так сильно склонилась. Здесь вообще образовались заросли из сливы и алычи. Мне нужно будет прочистить этот участок. Всегда с грустью об этом думаю, потому что я смотрю на деревья, как на живых. И мне сложно подойти к дереву и срубить его, спилить. Всегда очень сложно это сделать. Всех бы оставила. Пусть все живут, все растут и радуются жизни. Есть у меня еще семена. Смесь различных бархатцев. И я, это вот последние семена, которые я планирую посадить, посеять на этом огородике. Но в крайнем случае, если где-то что-то будет пустовать, буду сеять фасоль. А так программа максимум выполнена. Вот только бархатцы остались. И далее пойду доделывать вон те 8 грядок. Щавель хочу очень посеять еще. В капусте очень необходимы бархатцы. И вот я рядом с капустой еще посею. Бархатцы очень прекрасные цветы. Отгоняют вообще всех вредителей. Бархатцы очень хорошего. Бархатцы очень хорошие. Под мульчой уже можно найти хорошую рыцкую почву. Видимо, микроорганизмы, все почвенные жители уже активно над почвой работают. Мои умнички, как держать. Готовлю сначала лунки для бархатцев и приходится разгребать мульчу. И вот здесь везде я вижу белая-белая такая налет. Многие думают, что это плесень, но это грибок микориза, который очень полезен для почвы. Он ее оздоравливает. И вот смотрите, какая уже рыхлая почва стала именно вот в этой грядке, где перчики сидят пока. Но скоро должны пойти в рост. Надо будет еще получше замульчировать именно вокруг перцев. Потому что здесь-то все здорово, а вот вокруг перцев я мало мульчировала. И вот какая здесь прекрасная почва уже становится. Рыхлая, замечательная. Ведь всего лишь месяц прошел с небольшим и уже все так здорово происходит. Мне это очень нравится. Я постараюсь в этом году улучшить почву, насколько это возможно. Недавно узнала, что природа естественным образом наращивает один сантиметр плодородного слоя. Наращивает сто лет. А вот огородник, который занимается природным земледелием, он способен этот один сантиметр вырастить за один год. И даже больше сантиметров. Не только один сантиметр, но даже больше. Вот представьте, что такое природное земледелие. Насколько оно выгоднее, чем традиционное. Потому что традиционное оно только все вытаскивает из почвы. Все необходимое для почвы вытаскивает. Ну а назад ничего не кладут. Те сухие удобрения, они не нужны почвенным жителям. Они ими не питаются, они им не нужны. Им нужно вот это питание, которое лежит на грядке. И именно это создает почву, плодородный слой. То, что необходимо растениям, чтобы они росли. Большие, здоровые, красивые и давали вкусные, здоровые плоды. В общем, я очень-очень рада тому, что я наблюдаю. В общем, по всему огороду наделала лунки для бархатцев. Как это будет выглядеть потом, не знаю. Пока растения маленькие, кажется, что можно сеять, сажать все подряд. Но когда они вырастают огромные, думаешь, ой, им же мало места, наверное. Ну посмотрим. Очень интересно, как оно в итоге будет. Очень-очень. Это мой опыт. Я его проживаю. И только на своем опыте учусь. Потому что теория, это, конечно, все здорово. Но когда свой опыт получаешь, лучше постигаешь те знания, которые приобретаются теоретически. Узнала, почему вредители, так называемые, повреждают урожаи у людей. Оказывается, насекомые, ну или кто-то еще, садятся и поедают те растения, которые являются слабыми. В природном земледелии почва улучшается. Соответственно, растения растут более здоровыми и, соответственно, насекомые их меньше поедают. Это говорю не я. Это говорят опытные огородники, которые это именно и заметили у себя на грядках. Такой интересный факт. Мне это очень понравилось, так как я продолжаю земледельничать по природному и дальше. А экосистема огорода будет улучшаться. Здорово, если мне в дальнейшем не нужно будет бороться с этими вредителями, которые на самом деле являются чистильщиками природы. Вот как у животных. Помните, с природоведения мы изучали? В природе существует естественный отбор. Волки гонятся за слабыми зайцами, косулями, кем еще. То есть в природе этот естественный отбор постоянно соблюдается. И то же самое происходит и с растениями. Самые слабые растения погибают, их съедают, а сильные остаются. И таким образом генофонд каждого растения сохраняется. Очень здорово. Я здесь, вот возле перцев. Тоже сделала сейчас лунку для бархатцев. Какая там прекрасная почва. И кто там только не двигается. Это очень хорошо. Создают экологичную среду на моем участке, на моих грядках. Здорово. Сею семян побольше, потому что не знаю их схожести. Еще немножко. Вот так пойдет. Какие-то взойдут, какие-то нет. Но что-то должно взойти. У меня еще два пакетика есть, поэтому я особо-то и не жалею. Так, где я еще сделала лунки? А вон там еще. Капуста любит бархатцы. Значит, посеем ей побольше. О, точно много получилось. Где я еще лунки сделала? О, здесь у меня ромашка вовсю растет. Прекрасно. Ромашечка. Здесь тоже есть. С бархатцами будет прекрасно смотреться. Ой, с баклажанами спутала. Так. Теперь еще здесь. В общем, много лунок наделала. Потому что хочется, чтобы все цвело и пахло. И пахло. немножко почва размывается интересно так мы и семена все наружу выйдут огурцы всегда поливаю холодной водой почему потому что мне как-то не очень нравится идея ходить постоянно с лейкой откуда-то участок ведь большой и даже не знаю где меня только одна емкость это ванна которую вы видели который можно наливать воду чтобы она отстаивалась становилась теплой вон там далеко она стоит если ее сюда где-то перенести можно к колодцу конечно тогда будет ближе носить лейки с водой но меня эта идея не очень привлекает носить тяжелые лейки по опыту скажу что никогда недостатка в огурцах мы не испытывали росли они вдоволь в общем поливая их холодной водой растут себе это Субтитры сделал DimaTorzok